Беспрецедентная утечка в Apple. Обзоры российских блогеров взбудоражили весь техномир. В их руках оказалась новинка ноутбука MacBook Pro, которую производитель, компания Apple, собирается представить лишь во второй половине октября, а продажи стартуют в ноябре. Вот это была, конечно, движуха. По-хорошему, ее нужно было обсудить в прошлую пятницу, но дело в том, что я болел и до сих пор чувствую себя не прям супергуд, но не могу больше держать в себе последние интересные новости из мира гаджетов и технологий. Это формат Vilsa Pro, и сегодня мы с вами обсуждаем новый iPad mini 2024 года, и вот он здесь. Конечно же, вы привыкли к тому, что у нас гаджеты появляются быстрее, чем у Apple. Ну, на самом деле, конечно же, ждем от Apple презентацию, все-таки полноценную, где кроме iPad и уже нами виденного MacBook на M4, возможно, покажут еще что-то интересное. Ну и, конечно, весь мир англоязычный, по большей части, ждет iOS 18.1, который случится на следующей неделе. Ну, в общем, об этом и многом другом поговорим, также бан дискорда, вообще, когда это все закончится. Ну и, конечно же, всякого помелочь тоже было интересного, о чем стоит поговорить. Например, NSPK, наша самая вот эта замечательная платежная система мира, если вам так будет понятнее, анонсировала возможность платить с помощью iPhone бесконтактным платежом, используя Bluetooth Low Energy, и это замечательно. Ну, в общем, а пока, заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить, поехали! Со мной, как всегда, моя соведущая, желтенькая. Привет, привет! Валь, а знаешь что? Что? А у меня на прошлой неделе был день рождения. Мне исполнилось семь. Как быстро растут чужие дети, да? Поздравляю! Конечно! Мне подарили целое мое приложение. Так и называется Алиса. Ты уже установил? Я установил, попробовал, и вам, кстати, советую, и даже ссылку в описании оставлю. И прикол, знаете, в чем? Алиса до этого жила в разных ипостасях. Вы могли и в браузере в Яндексе использовать, и в приложении Яндекс, и она вам поможет построить маршрут в навигаторе и так далее. Но теперь действительно так много всяких функций, и в том числе нейросетевых, и Яндекс.ДжпТ, и бла-бла-бла, что вопрос появления собственного приложения как будто бы был исключительно вопросом времени. И, наконец-то, оно появилось, и это замечательно. Я вам уже рассказывал, что я, например, себе на экшн-баттон на айфоне повесил как раз Алису. И у меня теперь есть полноценный нормальный голосовой ассистент, который может мне всякое разное подсказать, и это реально офигеть, как удобно. Поэтому я это вам всячески рекомендую. Плюс в iOS 18.1 вы сможете дополнительные всякие ништяки кидать в центр управления, помимо того, что появился iOS 18. Так что всем этим управлять становится еще более нарядно. А чего там, собственно, Алиса научилась делать в своем приложении, посмотрите в App Store, либо Google Play, как положено. Ссылочка в описании. Вот эту тему, которую показывал OpenAI и многие другие, там, Microsoft и так далее, с типа компьютерным зрением, вот ребята из Яндекса говорят, что это тоже появится в отдельном приложении Алиса, и вы сможете действительно наводить камеру, и она вам будет подсказывать прямо на лету в лайве, что это такое. Охренеть круто! Я уверен, что за этим определенное будущее, и то, как это все будет развиваться, конечно же, меня лично радует. И то, что у нас есть технологии и решения, которые не уступают тому, что нам показывают передовые компании этого бренного мира, не может не греть мое сердце. Так что спасибо ребятам из Яндекса, что 7 лет назад подарили нам Алису, я их сердечно поздравляю. И с одной стороны, 7 лет это вообще что за срок, а с другой стороны, ничего себе, путь пройден. Но еще самое интересное впереди, я в этом уверен, так что, скажем так, ожидаем. Прям очень любопытно, есть ли такой путь за 7 лет, что нас ждет в ближайшие года 3. Собственно, MacBook. Вот он у меня здесь, в той самой коробке. Если вдруг пропустили этот видеоролик, то несколько дней назад, назовем это так, мы добыли MacBook на M4, были первыми в мире. И это замечательно, потому что, собственно, вот он здесь написано. MacBook на M4, коробочки, всю эту коробочку со всех сторон наобсосали. Кто-то говорит, да это фейк, Валя, это обман. Как Apple может выпускать MacBook второй год подряд? Что ж с самой картинкой? Ребята, вы не видели Air, которые два года подряд с одной картинкой? Вы не видели M2, M3 MacBook, которые с одной картинкой? Вы вообще как будто в Apple не сильно разбираетесь и мне пытаетесь что-то предъявлять. Ну, а когда Тим Кук вам эту коробочку презентует финально, вы скажете, Валя был прав и будете посыпать голову пеплом. Но самое кайфовое то, зря я его убрал, подожди, верну обратно. Вы можете его выиграть. Прямо сейчас в нашем телеграм-канале проходит очень простой розыгрыш, где вы залетаете, подписываетесь на нас, подписываетесь на наших друзей. Там всего три классных телеграм-канала. И вы участвуете в возможности выиграть самый хайповый MacBook в мире прямо сейчас. До того, как он еще будет презентован. Нет или не величия, такое вообще, когда последний раз было. В общем-то, западный мир говорит, что это самая большая утечка в мире Apple. Не то, что со времен iPhone 4, а, наверное, вообще. Потому что так, чтобы ритейл утек еще до презентации, это вообще что происходит. Поэтому переходите также по ссылочке в описании и выигрывайте самый хайповый MacBook. Потом будете внукам рассказывать. Ну, а Apple тут взяла и презентовала iPad mini 7-го поколения. Да, если я ничего не путаю. Но он не называется таким образом. Он называется просто iPad mini. Неудивительно, в скобочках. А17 Pro. Если зайти на сайт Apple, то исключительно так он там выглядит. Значит, он больше не поддерживает Apple Pencil вот этого второго поколения. И для того, чтобы с кайфом рисовать, вы должны будете купить Pro-версию Pencil. Ни хрена себе. Потому что только это и является, на самом деле, главным изменением. Кроме того, что, конечно же, добавился чуть новый Wi-Fi, чуть новый Bluetooth. Конечно же, сам USB-C порт стал побыстрее. Но это было бы странно, если бы этого не произошло. Экран, диагональ, все остальные нюансы остались на том же уровне. А я напомню, что когда iPad mini вышел, к нему была большая претензия по части желейного эффекта на экране. И уже совсем скоро, 23 октября, когда он поступит в продажу, мы узнаем, сделали с этим что-то в Apple или забили болт. Вообще, конечно, удивительно. С одной стороны, iPad это совершенно уникальное устройство, которое вот пока в труху вообще не аннигилируется, продолжает работать. И поставьте лайк, если у вас до сих пор есть какой-нибудь iPad 3-го, там 4-го поколения, 1-го, 2-го, на котором вы нет-нет досмотрите YouTube-чик или еще что-то. И он вполне со своей задачей справляется. Потому что iPad это девайс, который переживает всех своих современников и с кайфом продолжает работать. И действительно, менять iPad не то, что каждый год, а раз даже в 10 лет иногда бывает абсолютно нерезонно, что люди, собственно, и делают. Поэтому и Apple не стремится обновлять эти гаджеты каждый год. И мы с вами уже говорили о том, что Apple вообще переходит как будто бы на 2-годичную систему обновления своих девайсов. Она была скрытой все эти годы. Да, мы видели, что каждый год компания просто не вывозит вам наваливать огромное количество инноваций. Поэтому появлялись эти S-iPhone и прочее, прочее. Но сейчас это становится уже суперочевидным. Да, поскольку Apple любит деньги, они будут продолжать выпускать iPhone 17, iPhone 18. Но мы будем понимать, что между этими релизами, конечно же, не такие большие изменения. И, допустим, самые жирные iPhone будут нечетными, например. И мы понимаем, что iPhone 16 такое себе. И весь кайф будет где в iPhone 17. А потом в iPhone 19, потому что в iPhone 18 также будет ни о чем. Но при этом я уже давно говорю Тиму Кук, он меня почему-то не слышит, что вот эти цифры ужасающие, они как будто бы смущают людей. Ну какой нахрен iPhone 16, 17, что это такое вообще, да? Что эти цифры значат? Samsung в этом плане поступил стратегически правильно. Но, к сожалению, только для флагманской линейки. У них до сих пор есть Galaxy A35, Galaxy M57. И ты такой, что это вообще за дичь такая? В этом не понимает никто. Ты поймаешь, вот за шиворот схватишь менеджера Samsung Mobile, он тебе сам никак в жизни не объяснит, какие там у них мобилы вообще есть. Они даже не знают, какие они есть. Они их просто, не приходя в сознание, штампуют. Но для флагманской линейки Galaxy S все случилось и произошел мэтч. Что они делают? Добавляют просто год. Galaxy S24. Все понятно. Флагман ультра-версия 2024 года. В следующем году выйдет какой? Правильно, S25. И у всех вообще логика срослась. Ну а потом приходят чуваки из подразделения Z и такие Galaxy Z Fold 6. И такой, да б***ь. Ну назовите его Galaxy Z Fold 24, б***ь. Что у вас, жопа отвалится? Видимо, пока они до десятой версии не дойдут или до какой-то, они такие, ну будем так называть. И вот эта какофония, конечно, название это прикол. Нет, конечно, есть мир китайских автомобилей, где просто походу, знаете, как вот в этом меме, когда чудовищу в подвале палкой тыкают, ну какое-то название выплевывает. Вот это новый Jaeclo Pro 8 Tigra Ultra Max. И ты такой, ооо, вот это название. Сразу чувствуется уровень. И это, конечно, сильно замусоривает сознание. Потому что зачем-то я все это помню по большей части. Какие версии, какие номера, с чем сочетаются. Нахрену мне надо. И вот когда они выпускали новый iPad Mini, кто-то сознательный в Apple сказал, давайте в скобках писать процессор. Потому что это единственный якорь, который вообще эту мандулу отличает от прошлой версии. И теперь это iPad Mini в скобках A17 Pro. Уху! Напоминаю, что процессор A17 Pro ставился в iPhone 15 Pro и Pro Max. И это процессор, который поддерживает что? Apple, мать его, интеллигенс. Которого что? Правильно, нихрена нет. И тут еще интересная информация, что iOS 18.1, там уже бета-седьмая вышла, скоро ввели с кандидат и бла-бла-бла. Должна случиться где-то в конце октября. Типа числа 27-го, 8-го. Вот это все. А iPad Mini выходит 23-го. То есть, они мало то, что не выпустили Apple Intelligence, когда обещали с релизом iOS 18. Так они еще и выпустят iPad Mini, у которого прямо на сайте, блин, написано, что он поддерживает Apple Intelligence. Без Apple Intelligence. Вот это Apple Way, конечно, в полный рост. И у меня немножко зад подгорает от того, насколько корпорация, которая оценивается в триллионы долларов, не может запилить вот фигню, которая, ну, очевидно, конечно же, непростая и все такое. Аж свет погас. Тим сбил меня с мысли, короче, свет выключил. Думал, что так нас сможет как-то переиграть. Нет. Так вот, идея в том, что сегодня, конечно же, с названиями была беда. Но надо уже прийти к какому-то вот пониманию. Как с MacBook'ами. Почему-то не выпускают MacBook 48. Есть MacBook, и у него даже есть в скобках название. Год, да? MacBook 2024. Иногда они выходят два раза в год. И это, допустим, Early 2024. И потом Mid, либо Late. И это всем понятно. Но почему-то то, что с MacBook'ами хорошо, с iPhone'ами почему-то не работает. Да? И вот мы начинаем. У нас есть AirPods Max, есть AirPods Pro, есть AirPods Pro 2, есть AirPods 4, который почему-то не 4. Тут поколение, тут процессоры, тут хрен пойми. Так вот, возвращаясь к Apple Intelligence. История в том, что если вы вдруг ждете этот самый ИИ и нейросети от Apple, то они заедут к нам только, в лучшем случае, годика через два. И к нам, я подразумеваю, французов и прочих европейцев. Потому что пока это работает только в США, а потом чуть позже только на английском. А потом уже потихонечку будет раскатываться. И, конечно, на фоне того, что делает там тот же Samsung, ну, очень плохо. Но Samsung'у проще, потому что они что-то делают сами, что-то у Google'а подпырили. И случается какой-то мэтч. Но забавно, что Apple, корпорация, которая действительно имеет все ресурсы мира, не может просто эту мандулу родить и что-то сделать. Плюс обратите внимание, и сайты, и везде пропали упоминания OpenAI. Когда на WWDC летом нам презентовали всю эту штуку, говорили, что вот чат GPT можешь подключить, поспрашать. А сейчас что-то с чат GPT никакого мэтча, опять же, не происходит. А значит, что-то пошло не так, и в Apple что-то, значит, там запороли. Но при этом процессор A17 Pro, конечно, очень мощный, для iPad mini его более чем достаточно. Кто-то ждал M-процессоры, но нужно понимать, что M-процессоры, во-первых, избыточно мощные, для такого маленького устройства, наверное, ненужные. И, во-вторых, если мы говорим про поддержку Apple Intelligence, то, очевидно, в полной мере их поддерживают только процессоры M4. И где-то еще там может быть худо-бедно M3, а это слишком жирный процессор, опять же, для такого маленького устройства. Ну и есть ли смысл обновлять свой прошлый iPad mini, а, конечно, я вас обманул, это старый iPad mini. На новый то, да нет, конечно, но я вообще не знаю, зачем обновлять iPad. Напишите в комментариях, опять же, интересно почитать, какой у вас iPad, есть ли смысл обновлять. Если вы иллюстратор или как-то классно, кайфово рисуете, ну, опять же, вы в какой-то момент купили актуальный iPad, и на этом, в принципе, все закончилось. Я не думаю, что кто-то прям поскакал обновляться на ProPencil и так далее, и так далее. Но, как правило, люди, которые так делают, они вообще это делают абсолютно иррационально или абсолютно, наоборот, осознанно, потому что им нужно для работы. Другого объяснения нет. Я думаю, что кто-то подходит к этому лаконично, типа новый ProPencil имеет больше степеней нажатия, а еще можно клац-клац в воздухе делать, и тогда будет хорошо. Нет, конечно. Поэтому с iPad'ами, конечно, ситуация тяжелейшая, потому что это мой любимый гаджет у Apple, я об этом много раз рассказывал. Но сейчас в них смысла вообще никакого нет. Ну, то есть, любой Android-планшет дает примерно тот же уровень всего. Приложение для iPad'а вообще какая-то утопия. И на выходе получается, что мир планшетов как будто бы умер. Да, 8, сколько там, 3 дюйма, да, сегодня у нас с вами iPad'а, а iPhone там не сильно меньше получается. Вот это дожили. И хочется мне, конечно же, складной-раскладной iPad по принципу Huawei Mate XT, который, кстати, раскладывается в мандулу, которая дальше больше, чем iPad mini. Вы только вдумайтесь, гребаный смартфон раскладывается в 10-дюймовый планшет. И где-то рядом Apple ходит, говорит, а мы обновили iPad mini. Чуваки, там китайцы, я еще раз напоминаю, под санкциями, всячески с обрезанным доступом к технологиям. И делают красоту. А вы здесь спустя 3 года рожаете нам что? Тот же самый iPad на новом процессоре? Вот это, конечно, здорово. Но нужно понимать, что, опять же, если говорить про бизнес, этот планшет стоит 3 пачки чебупелей в производстве. Поэтому, конечно же, Apple на нем зарабатывает страшные деньги. Он до сих пор стоит 500 баксов. Он до сих пор продается от 128 гигабайт стыдных памяти. И это, конечно, очень и очень печально. Но, тем не менее... О, все-таки Тим Кук дозвонился до меня. Ну, наконец-то. Я жду-жду, думаю, когда же случится. Алло. Ну, да, да. Раньше, получается, раньше было 64 гигабайта. Но это какой год? Это уже 2021, по-моему, да? Или 20-й? Короче, в 21-м году 64 было уже мало. В 24-м уже 128 мало. Я понимаю, что, опять же, для многих этого более чем достаточно. Ты смотришь стриминговое видео, там, не знаю, та-да-да-да-да. Но вот у меня есть iPad mini белый, у меня есть iPad mini фиолетовый. Я, кстати, не понял. Там добавили два новых цвета, блин, и один из них фиолетовый. Ты, б***ь, был фиолетовый? Вы что, угораете? Они уже даже забыли, какие цвета. Более того, привет от MacBook. Вот вы говорите, MacBook, та же самая коробка, такого никогда не было. Мы заходим на сайт Apple. Они даже графику вот этого mini не изменили, понимаешь? И цвета они стали менять. И то, что у них раньше было Starlight, там, приехало сюда. И, в общем, там уже все угорели с того, что они даже, б***ь, картинки не перерисовали, б***ь. Ну это же вообще, б***ь. Ну как так-то? Люди, которые делают iPad, ну вы хотя бы картинки перерисуйте, какой-то арт прикольный. Чтоб вы хотя бы, б***ь, на полке его считал, как новый iPad. Чтоб ты когда на сайт зашел такой, это что, новый iPad? О, прикольно. Даже это они не делают. То есть, если так пойти, то скоро, в принципе, как видели эти тиктоки смешные, где люди такие берут на iPhone 15 Pro Max новую обоину хлобыський, то у меня 16 Pro Max, условно. И это правда так, потому что для обывателя отличается только, блин, дефолтная обоина. Так вот, в мини-iPad они даже это не стали делать на коробке. И то же самое вообще, тот же самый артоплевать. И это, конечно, фантастические безалаберные отношения к собственным наследию, продуктам и так далее. Это нужно делать, это нужно красиво все рисовать, чтобы, как говорится, лох столбенел. Вместо этого полный пофигизм. Мне обидно из-за того, что как будто бы даже здесь, сидя в Москве на кухне, я это понимаю. А люди там в Купертино, в своем этом круглом, понимаешь, не могут осознать простую истину, что должно быть круто, должно быть красиво, должно быть элитно, классно, нарядно. Ну где это все? Все полимеры профукали. Хочется iPad mini Pro. Ладно, вы не завезли ProMotion, мне говорят, так, Валя, 60 Гц это как бы для Pro движений. Но сделайте мне iPad mini Pro, поставьте туда жирный процессор, что-то новое, что-то интересное. Может быть, кстати, это произойдет, возможно, iPad mini и выбросили вот этим вот, вот этим вот пресс-релизом, вот это фу, вот его на сайт куда-то пихнули, там фу. Потому что, ну правда, тут даже проплаченные американские блогеры, типа Маркеса Бронли, не смогут вывести и сказать, это такой планшет классный. Не классный, потому что. Но, как... Все скажут, что Маркес Бронли не продажный. Все блогеры продажные, понимаете, все. Особенно те, которые говорят, что они не продажные. Это вам говорю я, как самый что, правильно, честный вообще во всем рунете вашим бестолковым. Так вот, ну невозможно, это же изобрести велосипед и как-то это все оправдать. Но я надеюсь, что они наконец-то покажут что-то на презентации. И вот тут люди задаются вопросом, а будет ли вообще презентация? Я уверен, что да, потому что нужно, конечно, всякие там штуки вбросить. И возможно, возможно, я участвую в конспирологической теории. Макбук был вброшен через канал Vilsacom, чтобы потом показать новые крутые макбуки на процессорах M4 Ultra. И вот это будет мегавеличие. Но поживем-увидим, я тут ничего не знаю. Я, как бы, такой же наблюдатель, как и вы. Но, так сказать, тем веселее будет. Бан Дискорда. Значит, тут пришла новость о том, что Twitch тоже блокирует. Я бы Twitch уже давно заблокировал. Абсолютно безалаберная, абсолютно вообще фуфлыжная платформа. Там ничего нет. Одна реклама казино. Каких-то там, не знаю, букмекеров. С букмекерами, мне, кстати, вообще непонятно. Давайте на пальцах. Значит, букмекеров рекламировать нельзя. Не только нелегальных, это очевидно. Но и легальных. В законе о рекламе есть конкретные сноски о том, что рекламировать букмекеров могут только спортивные издания. Спортивные телеканалы, бла-бла-бла. То есть, условный матч ТВ может рекламировать, значит, букмекеров. Кто еще может? Спорт-экспресс газета может рекламировать букмекеров. Васян на Twitch не может рекламировать букмекеров. Но при этом он это рекламирует. И букмекеры с двух ног во все это залетают. И обидно, что я не могу рекламировать букмекеров. Потому что если я буду это делать, меня тут же фас вот так вот нахлобучит и правильно сделает. Но вы либо крестик наденьте, либо, как говорится, свои вот эти вот трусы снимите. Потому что, ну, что это за дичь такая? Я вообще не понимаю. Где-то рядом бегает Мизульна. Где результат? Почему букмекеров рекламируют все? Засрали весь интернет букмекерами. И Twitch это хедлайнер всего этого булшита. Я бы так сказал, если бы я был душным каким-нибудь чиновником и депутатом. Но поскольку я адекватный человек, я вам скажу, что Twitch это последний оплод вообще свободы слова. Что это, блядь, такое? Трусы постирались. Она заткнется, нет? Да. Почему у Samsung такие адские звуки? Что звонки? Что вот это? Хочется вскрыться нахрен. Фигурально выражаясь, конечно же. Так вот, Twitch это действительно очень классная площадка, которая, ну, отстаньте от Twitch-а, вот я хотел еще сказать. Потому что, ну, где-то же как-то, что-то должно быть кайф какой-то, да? И Discord тоже самое. До Discord-а, блин, докопались. Хрен с ним, забаньте YouTube этот бестолковый. Забаньте все вообще. Discord-то чем вам мешает? Там люди общаются. Там детское порно. А знаете, где еще детское порно? Ну, я так, навскидку, я не эксперт в этом плане. В WhatsApp-е. А? Есть в WhatsApp-е детское порно? В Telegram-е. Пашка там просто банчит с утра до ночи. Ну, опять же, это все, так сказать, фантазии. Но вы понимаете мысль, да? В любом месте, где люди могут обмениваться сообщениями, есть детское порно и прочая ересь. Какой нахрен Discord? Ну, как так? Это сервис для общения людей. Там сидят эти дети, общаются между собой. Просто не дети, игроманы. Это вот эти все. Вот эти вот любители стрелялок. За стрелялки я бы сам покарал кого-нибудь. Вот это, знаешь, это гоночки, стрелялки. Вот вроде все взрослые люди, а понимаешь, что это пренебрежительное отношение к играм. Как так можно? Эти люди сидят в высоких кабинетах, какие-то законы принимают. А у них стрелялки в башке. В общем, с этой фигни меня всего, конечно, очень сильно выносит. Потому что очевидно, что если уж банить, то надо банить все. О чем, собственно, один из представителей Ростелекома и сказал. Говорит, а надо и Google Play забанить. Google Play тоже надо забанить. Google сервисы забанить нахрен на Андроиде вообще. Зачем вам этот Gmail, вот этот, почта эта, и так они вас там тоже все, значит, дрючат. А зачем вам вот эти все другие сервисы, карты там какие-то от Google? Все забанить нахрен. То, что забанит ГМС, ты положишь нахрен на Андроид, и Самсунг превратится в кирпич. Ну, человек из Ростелекома не осведомлен. Ему можно, он не специалист. Он же не шарит в интернете, откуда ему. Поэтому удивительная вообще история. Я, честно говоря, уже, я уверен, что вы так же реагируете. Все сидят уже такие, ну давай бань, все вообще. Что вы еще забаните завтра? Сегодня Дискорд, завтра Твич, послезавтра что? Осталось только Рутюб забанить, и круг замкнется. Вот это будет вообще в кайф. А знаете, почему Рутюб стоит забанить? Потому что там пиратские фильмы показывают. Я зашел там, б***ь, Росомаха с Дэдпулом. Я такой, охренеть, это как вообще? А там, оказывается, вообще пиратка с утра... Рутюб в погоне за хайпом стал пулять пиратки. Чего? Я напомню просто, что Роскомнадзор создавался как сервис по борьбе с пиратством, б***ь, по решению суда. Значит, Роскомнадзор должен был по решению суда банить сайты, где распространяется пиратская продукция. Прошло несколько лет, и у нас с вами Роскомнадзор банит Ютуб, Дискорд, все вокруг. При этом Рутюб такой, хе-хе-хе, смотрите Дэдпула у нас в первый день. Я понимаю, что этот звездец происходит по понятным причинам, но уже как бы еще раз, вы как-то определитесь в своем вот этом шизофреническом бреду вообще, что вообще конкретно происходит. При этом Роскомнадзор говорит, да мы же в принципе что-то устали придумывать поводы какие-то, вот надо что-то говорить людям, вот это вот что-то надо оправдываться. Давайте просто банить все подряд, потому что, ну потому что. И придумали себе такие изменения в законодательстве. И теперь Роскомнадзор может банить просто потому, что ну сегодня среда, сегодня забаним Твич, зачем вам в среду Твич? А в четверг может разбаним, а может и нет, а может пошел ты нахрен. Вот такие вот сегодня мотивации у Роскомнадзора, а мы с этим должны жить. Это все весело, конечно же, да? Ну такой истерический хохот, но по факту к этому все вело, ну шло вернее. Если вы думали, что могло быть по-другому, после того как вот Роскомнадзор начал банить там, первый был забанен Твиттер, это несчастный. Я знал, что так будет. Я знал, что забанят все. Просто потому что. Потому что попробовав раз, ем и сейчас. В принципе, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Одна позитивная новость в конце, это то, что НСПК запилил на технологии Bluetooth LE возможность оплачивать с iPhone и Android на терминалах с поддержкой этого самого Bluetooth. Покупочки, как вы в принципе привыкли с Apple Pay в свое время, представляете? Не отпускает темы. Люди с Android ходят, говорят, да я могу платить карты МИР. Но правда в том, что люди с Android не могут платить карты МИР, у них нет денег. Платить могут только люди с iPhone, а у них такой возможности нет. Поэтому целые, опять же, компании заняты вопросом, как же этот вообще косяк порешать. И вот придумали спустя два года. Правда в том, что я это видел и по как раз пару лет назад, то есть технология не нова. И прикол в том, что сейчас для ее реализации нужно по факту просто обновить платежные терминалы, где-то софт, если он поддерживает в принципе Bluetooth. И вуаля, поехали. Вопроса два. Первое, это безопасность, потому что все-таки это, ну скажем так, протокол не созданный для этого. Вообще с Bluetooth LE вы сталкивались с технологией вот этого близкого контакта, когда, например, переносили настройки на свой Apple TV с iPhone, когда он вам просил поднести телефон поближе. Это оно, да? Когда вы авторизуетесь какими-то другими девайсами не через NFC, а именно через Bluetooth LE. Конечно, через NFC тоже можно, и Android экосистема позволяет это делать, когда вы печатаете с помощью телефона и подносяк NFC на принтере и так далее, и так далее. Но вот Bluetooth LE, это примерно то же самое, только не нужно прям прямого контакта, нужно, чтобы в поле где-то находилось. И мне кажется, что, во-первых, это действительно можно реализовать достаточно легко. Второй момент, где это будет работать с точки зрения именно приложения, да, это будет приложение Mirpay или еще что-то, но прикол в том, что ты сделал Mirpay и поддержку, а Apple его выпилила из App Store. Но тут, как говорится, старая добрая технология, вы нас выпиливаете, а мы под другим названием впиливаемся. Посмотрим, к чему это приведет. Ну и, конечно же, говорят, что уже там что-то 20 банков очень сильно заинтересовались этой темой и хотят прям активно все это тестировать, внедряться и так далее, и так далее. И если раньше, наверное, это бы противоречило логике платежных систем типа Visa и MasterCard, то сегодня, после того, как они самоликвидировались, нахрен, у нас тут теперь дикий, мать его, Запад. И мы делаем, что хотим, и вообще вас во все дыры шатали. Поэтому, мне кажется, в этом смысле круто. Наш финтех, на самом деле, на две головы обгонял и тогда, и сейчас все, что происходит в Европе, и тем более уж в Америке. Там прям вообще какая-то прям ужас-ужас, мрачная хрень происходит. То есть они до сих пор живут в 2003 году, в лучшем случае. А мы здесь сегодня, хотите так, хотите супертонкие стикеры на телефон клеить, пожалуйста. Хотите кольцами оплатить, пожалуйста. Хотите QR-кодами, welcome. Ходить через Bluetooth, welcome. И так можно. В этом смысле, ну охренеть, только плати. Да, да, остается только платить. Так что в этом плане гордость берет за наших ребят, что мы в очередной раз нагибаем весь Запад раком-боком, потому что пошли бы вы нахрен. Нашли кого вообще обламывать и санкциями, так сказать, ограничивать. И тут самое обидное то, что решение отключить мир от Apple Pay, это исключительно эпловское решение. Напоминаю, что мир работал в Apple Pay, и это исключительно Тим Кук и команда кнопки нажали и авторизацию закрыли. А мы это им вспомним. Когда Apple вернется обратно, мы скажем, ах, вы такие нехорошие вы люди. Ну ладно. Понимаете, русский человек, он же горяч, но, во-первых, справедлив. А во-вторых, еще и сердоболен и не злопамятен. Поэтому простим мы Тима Кука-Хороняку. А пока попользуемся Bluetooth LE. Пока.